Русских летчиков он знает отлично. Видел в прицел своего истребителя. Они его, впрочем, тоже. Ури Гиль, бригадный генерал ВВС Израиля. Раз в начале 70-х у меня был бой над Синаем против советских летчиков. Мы же знали, что это русские, а не египтяне. Он участник всех израильских войн. Расстрелял боезапас над всеми ближневосточными окрестностями. В общем, клейма ставить негде. Сегодня отставной бригадный генерал смотрит дикие кадры парашютного расстрела. Это кошмар любого летчика. Это страшный сон пилота, если с ним произойдет то же, что с вашим командиром Олегом. Мои глубочайшие соболезнования. В тот же день, когда мир остолбенел от невозможного расстрела, представитель Госдепартамента США, похоже, открыл новую страницу демократии. Туркоманы заявили, что убили двух российских пилотов, когда те спускались на парашют. Если эти туркоманы атакованы русскими ударами, у них есть полное право на самооборону. И что, право стрелять по пилотам на парашютах? У нас еще нет ясного представления, что там произошло. Его бы слова, да во Вьетнам 60-х, где летал на палубном штурмовике нынешний ярый сенатор Джон МакКи. Мы бомбили электростанцию Ханоя, когда мне отстрелили правое крыло. Я успел катапультироваться. Упал в озеро. Когда всплыл, появились вьетнамцы, вытащили меня на берег. Толпа была довольно злая, что понятно. Потом появились их военные. Стали фотографировать, дали мне чашку чая. Потом сунули меня в грузовик и повезли в тюрьму. Ваше имя? Джон Сидней МакКейн. Лежал бы он так на подушке, пил бы чай из рук вьетнамцев, если бы они, по совету Госдепа, воспользовались своим правом на самооборону. Сколько воин было? После Второй мировой никто не припомнит подобной дикости. Если брать Афганистан, ну, в плен брали. Они, летчиков, там слухи были. Но, вы знаете, расстрелов что-то даже в Афганистане такого не припоминают. Афганистан и обе Чечни, герой России Олег Старожук прошел, точнее, пролетел на бомбардировщике Су-24, на таком же, что сбили турки. Версию 10 турецких предупреждений Старожук отметает сразу. В воздухе было очень много самолетов и вертолетов, и все они были на одном канале, вот на этом. Плюс группа руководства, плюс корабли контролировали. Если он сказал этому летчику, а другие что сидели, он так не бывает в авиации, он не мог сказать только одному. Он, значит, сказал всем. И, значит, запись этих предупреждений должна быть тоже у всех, а ее нет до сих пор. Уригиль летал на F-16, таком же, который сбил. Мнение тоже. Турки говорят, что за 5 минут они предупреждали 10 раз. Это чушь и злая шутка. Они не знали вообще, на какой частоте он находится. И Олег Старожук, и Уригиль бывали и в нарушителях, и в охранителях. И сейчас оба летчика на разных языках, но одними и теми же словами расскажут, как это принято в приличных домах. Правила водворения, конечно, существуют. Они обязательно включаются в инструктаж пилотов, если есть вероятность столкновений. Это обязательная вещь. Перехватчик должен подойти таким образом, чтобы нарушитель непременно его видел, и покачать крыльями. И он покачивает крыльями. Раз, два, три. Это называется, обрати внимание, покачал, а потом показывает, раз, и туда. Если нарушитель не слушается, это тоже еще не повод в него стрелять. Если он не видит, это истребитель. У него есть пушка. Он дает очередь. Трассирующая очередь параллельно курсу. Ее всегда хорошо видно. Ну, это предупреждение, что следующее получишь ты. Самый действенный, он проносится вот здесь и уходит вперед. Это не видеть нельзя. Еще тряхнет так самолет, все. Впрочем, все это применительно к нарушению границы. Какового, убежден сторожок, не было. Он, знающий машину как себя, говорит, это невозможно технически. У них электронная карта стоит. Она ведет с такой точностью, ну, там до трех метров. Как при этом может ошибиться штурман? До трех метров у него ведет. У него уклонение уже, сейчас скажу, по-моему, 40 метров будет на оценку ниже удовлетворительной. Вы понимаете, он не может по-другому. Он просто не может. У него это не за чудо. У него вообще, у него даже в цель не попадет. Самолет работать не будет. Уригиль тоже отдает должное штурману. Константин блестяще сделал то, чему его учили. Он прекрасно ориентировался. Если ему удалось спрятаться на местности от боевиков, это высочайший профессионализм. Передайте ему мое глубокое уважение. Передаю. Елизавета Ристова, Екатерина Боронина и Ольга Яковлева. Центральное телевидение.